Добрый день! Наша итоговая программа постоянно меняется и сегодня мы пробуем новый формат. С вами Данил Черных и Полина Гладких. Для вас мы подготовили самые интересные новости этой недели. Посмотрим, насколько легко управлять 10-тонным КамАЗом. Узнаем, для чего молодежь учится ораторскому искусству. И, конечно, как всегда, поговорим о спорте. Поехали! Даня, ты когда-нибудь КамАЗом управлял? Полин, не то, что КамАЗом. Я вообще за рулем автомобиля ни разу не сидел. Ну, я тогда надеюсь, что следующий наш сюжет не разовьет в тебе комплекс неполноценности. Да, этого практически невозможно сделать. Тем более, что я знаю, что речь идет о водителях Ависмы. Которые, к слову, не просто управляют 10-тонным КамАЗом, а еще умудряются и в конкурсах участвовать. Отправимся с Александрой Сахоке на Ивакинский карьер и посмотрим, как это было. Рельефный карьер красочно обрамляют одетые в осенние наряды деревья. Это владение цеха номер 36 «Ивакинский карьер», уютно расположившийся в Александровском районе. Нашу съемочную группу впервые пригласили сюда на конкурс профмастерства. Конкурс состоит из двух этапов. Первый – это теория, второй – практика. Первый этап – классический экзамен на знание правил дорожного движения, как в ГАИ. Главное – внимательно читать вопросы. Хоть специалисты все опытные, такой экзамен сдавали очень давно. Но меньше, чем за три минуты – первый результат. Алексей Борисов решил тест без единой ошибки на максимальное 20 баллов. Он хоть и самый молодой среди участников, а уже с солидным десятилетним стажем. Это моя работа, я считаю, это моя ответственность и периодически повторяю тесты. А теперь пора показать свое мастерство вождения на великане КАМАЗе. Перед участниками пять испытаний на площадке. Заезд на смотровую яму, змейка, буфер, где нужно легонько сбить одну из двух фишек. Затем заезд в гараж задним ходом, а на финише – бокс. За каждое правильно выполнено задание – пять баллов, а за ошибку – минус один. Если участник сбил фишку, не подал сигнал при движении назад. Или заглох. А вот и рекордсмен в теории Алексей Борисов садится за руль. К слову, в обычной работе его железный зверь, как и еще нескольких участников – БелАЗ. Машина в два раза больше. Для сравнения, КАМАЗ весит около 10 тонн, а его старший брат – больше 20. Но, оказывается, вес значения не имеет. А управление отличается. Здесь коробка механическая надо, то есть сцепление есть, коробка, ну, рукой переключать. А на БелАЗе там у нас всего две педальки, коробка полуавтомат. На этом посложнее, Ванника, да. БелАЗ вроде техника большая, а работать на КАМАЗе посложнее. Конкурс профмастерства на Ивакинском карьере не проводился несколько лет. Поэтому для всех участников это что-то необычное, выходящее за рамки трудовых будней. За ребят рад. А Лешка у нас вообще молодец. Он из-за механика, и это, у него и голова свежая. Чего, молодец, я рад за него. Кстати, тот самый Лешка, Алексей Борисов, из практик исправился без единой ошибки. Результат отличный, принес ему уверенное первое место. От руководства цеха и от молодежной организации «Ависмы» он получил традиционный значок и удостоверение лучшей в профессии. Всех призеров ждет денежная премия, а еще возможность показать себя в корпоративном конкурсе профмастерства в соревновании с коллегами из Верхней Салды уже в ноябре. Салдинские водители уже готовы встретиться со своими коллегами. Тем более не так давно они тоже выбирали лучшего. Вместе с водителями на предприятии выбирали лучших и во многих других профессиях. Всего уже более 300 человек приняли участие в подобных соревнованиях. Предлагаем вам посмотреть, как это было. Череду конкурсов профессионального мастерства 2022 года открыли сотрудники цеха номер 8. С апреля по июнь они провели 4 трудовых турнира, и это максимальное количество состязаний на территории одного подразделения. В профессионализме проявляли себя слесари, аппаратчики, лаборанты и операторы котельной. Далее эстафету соревнований приняли машинисты кранов цеха номер 22 и 26. Кстати, это одна из самых распространенных профессий на ВСМПО. На втором месте электромонтеры, токари, фрезеровщики и сварщики. Написать теорию и сдать практику уже успели и водители ВСМПО «Автотранс», кладовщики цеха номер 26, охранники цеха номер 15 и лаборанты цеха номер 2. В нынешнем году организаторы профессиональных конкурсов отдел корпоративной культуры отказался от возрастных ограничений участников. Теперь проявить себя могут не только молодые сотрудники, но и работники с опытом. По условиям конкурса призеры получают 3, 4 или 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения, а также возможность повысить свой квалификационный разряд. Цеховые конкурсы продолжатся до конца октября, а в ноябре лучшие по профессии примут участие в финальном состязании с сотрудниками АВИСМА. Отличная новость прилетела к нам из Березняков. Почему прилетела? Потому что речь идет о профилактории «Чайка». А, ну там сейчас как раз идет подготовка к новому сезону, и давайте посмотрим, что изменилось. Еще немного и в профилактории станет многолюдно. Будущие отдыхающие могут быть спокойны, их оздоровление пройдет на достойном уровне. Основные работы произведены специалистами «Металлургспецдеталь» в котельной, сердце загородного центра. Вместо старой дымовой 46-метровой трубы красуется новая стальная. Последний раз ее обновляли 10 лет назад. Это очень сложная задача. Тут и краны, и люльки, и все, и все, целый бригад здесь были задействованы. Усиливали фундамент под трубой, потому что новая труба, стенка в два раза толстая, десятка, 10 миллиметров. А сколько обновлено трубопроводов и запорной арматуры на всей территории, даже сосчитать сложно. Объем работ получился раза в три, больше, чем обычно. К делу специалисты цеха хозяйственного обслуживания подошли скрупулезно, чтобы отработать зимний сезон без единого намека на аварии. Подготовка к сезону прошла четко и гладко. Были заменены мазутные балера у нас здесь, были произведены гидравлические испытания сетей наружных, была промывка сетей наружных, внутренних. Подача тепла в корпуса профилактория и лагеря уже началась. В работе один котел из восьми. К слову, даже в самые лютые морозы на обогрев территории отдыха достаточно четырех. А взгляды отдыхающих будет согревать свежий ремонт. Основные работы были проведены во время остановочного ремонта в мае месяце. Была заменена вся сантехника, все коммуникации. Также мы отремонтировали все практически санузлы. Практически через неделю весь четвертый этаж будет готов полностью свежо, красиво, любо-дорого смотреть. Параллельно заканчивается ремонт на третьем этаже и в процедурных кабинетах. Все по нормам СанПина. Скоро и лаборатория в гостином доме, которая выполняет отбор проб и анализы сочистных сооружений загородного центра, засияет новым ремонтом. Чайка на финишной прямой. Сезон начинается 18 октября. Сейчас сделаем короткую паузу, после которой сразу вернемся. На корпоративном портале реализован сервис просмотра своих отпусков, а также отпусков подчиненных сотрудников. Для доступа к сервису перейдите на свою личную страницу, а затем выберите пункт «График отпусков». На графике представлены все запланированные вами дни отпуска на текущий год. Вы можете переключаться на отображение по дням и по месяцам для удобства. Руководителям подразделений доступна возможность просматривать данные по своим подчиненным. С помощью элементов управления доступно переключение между отделами. Для поиска конкретного сотрудника в списке выберите отдел и введите его фамилию в строке поиска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Данила, ты знаешь, как знаменитый древнегреческий оратор Демосфен сделал свою речь правильной и красивой? Нет, не в курсе. Он набирал полный рот ко мне и вот так тренировался. Хорошо, что сейчас есть более приятные способы для того, чтобы поставить речь. Вот, например, молодежь в СМПО прошла для этого специальные тренинги. Как найти контакт с аудиторией? Как справиться с волнением и стрессом? Ответы на эти вопросы активисты молодежной организации в СМПО нашли на интенсиве у бизнес-тренера Центра образовательных технологий. За два дня слушателями стали 40 активистов. Я почерпнул несколько приемов, несколько упражнений, которые мне помогут в дальнейшем развиться, лучше готовиться к публичным выступлениям, донести мысль правильно, без искажений, и, в общем-то, чтобы не быть утонимительным для аудитории, а быть интересным. Что, в общем-то, получается у нашего преподавателя Евгения. Закрепляя лекционную часть, активисты на практике познакомились с техниками подготовки выступлений на публике, изучили эффективные методы подачи информации и освоили способы управления вниманием слушателей. Когда я начинаю, я вижу по глазам, и они это открыто говорят, что публичное выступление для них – это некий напряг, для них это страшновато. И вот ту красную нить, про которую вы говорите, мы даже ее сегодня определили, что публичное выступление – это не страшно. Публичному выступлению можно научиться. Если брать ваше предприятие, вашу корпорацию, то это же, конечно, общение между собой, то это проведение каких-то совещаний, то это участие в жизни, в молодежной жизни, когда необходимо донести свою точку зрения, проинформировать. Если же мы выходим за рамки предприятия, то любое даже общение, даже поздравительный тост на свадьбе, разговор с друзьями – это можно превратить в хорошее публичное выступление, где ты будешь интересен, понятен, и с помощью этого ты будешь достигать каких-то своих целей и задач. А мы переходим к спортивным новостям. Что у нас на повестке? Юные шахматисты со всей области приезжали в Верхнюю Солду. Давайте посмотрим, как прошли соревнования. Два дня игры в быстрые шахматы и 11 туров. Такими выдались прошедшие выходные для свердловских мальчишек и девчонок. Шахматистов ожидали два турнира в группах А и Б. В первой участвовали спортсмены с российским рейтингом «Рапид» не менее 1300, во второй – с любым показателем. Самое интересное, наверное, соперниками, которые посильнее меня, чтобы научиться играть. Обычно соперник сам ошибается, но нужно как бы больше проблем ему создавать, тогда он, скорее всего, ошибется и что-то получится выиграть. На загородную базу приехали спортсмены из Нижнего Тагила, Новоуральска, Екатеринбурга, Верхневенска, Кушевы и Верхней Салды. Турнир «Шахматные выходные» – это не только шанс поднять свой рейтинг, повысить уровень мастерства и побороться за ценный приз от ВСМПО «Ависма», но и возможность завести новые знакомства. Здесь что-то среднее, даже не среднее, я бы сказал, лучшие черты взяты из соревнований и сборов учебно-тренировочных. То есть это официальный турнир городского календаря, и присваиваются разряды по нему, то есть это не сборы. И в то же время дети и дружные команды двое суток в Тирусе проводят, и нагрузка довольно приличная по времени выходит за эти двое суток. Мы сдружились, атмосфера специфическая, поэтому лучшие черты сборов также здесь присутствуют. Это уже второй этап соревнований, и салдинские спортсмены, как всегда, показали высокие результаты. Всего наши ребята выиграли шесть наград. Среди них три золотые, две серебряные и одна бронза. Остальные медали уехали в Екатеринбург и Нижний Тагил. У нас есть и футбольные новости. Да? Какие? Команда «Ависма» провела финальный матч первенства Пермского края и довольно успешно. Лево, лево, лево! Аккуратно, Макс! Аккуратно! Это последний матч первенства. На турнирный расклад он не влияет. Но «Ависма» никогда не выходит просто поиграть. Команда всегда заряжена на максимальный результат. С «Нефтяником» из «Чернушки» наша команда уже встречалась, потерпела поражение 2-5. Теперь пора отыграться. В составе «Нефтяника» немало молодых скоростных игроков. Поэтому наши футболисты избрали рабочую тактику – растянуть игру на всю ширину поля. Открытие счета долго ждать не пришлось. Уже на 10-й минуте Павел Васанин отправил мяч в ворота. За полчаса первого тайма «Ависма» создала пять голевых моментов. Но увлекшись атакой, немного потеряла концентрацию в тылу. Чем гости и воспользовались, сравняв счет. Страсти разгорались не только на поле, но и за его пределами. Группа поддержки гостей активно подгоняла свою команду. Вперед, родной! Вперед, «Чернушка»! Мы с тобой! За «Ависмом» болели самые юные фанаты – маленькая принцесса папы Николая Павлова, защитника, и сын нападающего Ильи Шалахина. «Папа! Чемпион! Чемпион!» Взрослые болельщики нашей команды нашли способ поддержать так, чтобы это было заметно. И впервые в истории трибуны стадиона «Березники Арена Спорт» заволокло цветным пиротехническим дымом. Прямо-таки, как на лучших футбольных стадионах страны. Всего через пять минут после зажжения «Фаера» в счет изменился с 1-1 на 3-1. Отличились Константин Полуянов и Максим Алексеев. Оставшееся до финального свистка время прошло под диктовку «Ависмы». Последняя игра. Хорошая все. Нам уйти всех победы. В этом сезоне сборная «Металлургов» не попала в призеры, хоть и держалась достойно. Напомню, еще на первом этапе все краевые команды разделили на две группы – «Север» и «Юг». Из трех «Березниковских» команд в плей-офф попала только «Ависма». На втором этапе по четыре сильнейшие команды от группы боролись за звание чемпиона. Но уже на старте «Ависму» одолели травмы и болезни игроков. Как итог – лишь две ничьи и два очка в семи матчах. Планы по усилению команды у капитана уже есть. Намоложение состава – это главная проблема, главная моя заноза, которая у меня сидит. Я не знаю, что делать, потому что нужна молодая кровь, скоростная, быстрая. Закончилось краевое первенство, но не время расслабляться. Впереди краевой чемпионат по футзалу. Будем болеть за наших. Так, а это все новости? Не все, но самые интересные. А все новости можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Или в Telegram-каналах «Где-где в Салде» и «Титановая береза». А пока мы с вами прощаемся. С вами были Полина Гладких и Данил Черных. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо, Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok